А вам не дали, я пьяный с ним, он вам не сказал, я бы его сам рад повидать. Да, ну не надо решить здесь, конечно. Нет, посмотрите, это ничего, я там далеко, а это здесь. Это хуже всего, да, вот, лучше купаться в проруби, правильно? Человек сидит около открытого окна, когда тоненькая струйка, да, куда-нибудь, так сказать, в плечи, вот, подвела, пришла, да. Результат бывает более серьезный. Так, ну ладно, пока, Сергей Васильевич, не знаю, что еще такое сказать. Так вот, я, значит, здесь аж буду, как, ну, как бы, определить промышленно, да, того, что будет, а вот поджанр, да. Вот есть там, скажем, да, там, позы, басни, да, тихты, пасни, ну, понятно, да, в Махлантовском, Санкт-Петербурге, я помню, что в наше время это было очень популярное рассуждение, но мы страдали от философии сильно, потому что она была непонятна, только такая, никакая другая, марксистская линия. Поэтому там, значит, шутили по этому поводу, сказать так, что вот узкий специалист, он знает всё, но о ничём, а философ знает ничего, но о всём. Так вот, я покажусь так, что если бы, да, ну Казмар Кутков речи сказал, да, зависит к плюсу подобию. Так вот, я то, что буду рассказывать сегодня, ну, по крайней мере, для того, чтобы всем российским, всё, я покажу. Вот так получилось, что мы решили организовать кафедральный семинар для студентов, молодых учёных. Вдобавок к тому кафедральному семинару по теоретической физике, который у нас всегда был и есть сейчас, но он целый день не так часто функционирует, как хотелось бы. А во-вторых, он всё-таки имеет немножко другие цели. А цель этого семинара, точнее, целей их несколько, заключается в следующем. Во-первых, это ещё одно место, где вы можете получить новые знания по теоретической физике, точно так же, как вы их получаете на лекциях и семинарах. С той разницей, что здесь это всё необязательно, но зато может быть более интересно, потому что здесь вы сможете услышать лекции людей, которые активно работают в современной науке, и, соответственно, как-то понять, как эта современная наука, во-вторых, в современной теоретической физике, как она устроена. С предметом, который изучается на лекциях, особенно если речь идёт о трехниках, в современной теоретической физике и, собственно, в современной живой науке есть некоторые разницы. И поэтому мы время от времени будем приглашать людей, которые могут вам и с нашей камеры, и извне ведущих специалистов в соответствующих областях науки, которые могут вам сделать на доступном и, тем не менее, достаточно глубоком уровне ведения в эти области. Это первая задача. А вторая задача, не менее важная, может даже и более, заключаясь в том, чтобы этот семинар стал площадкой для вас, где вы, студенты разных курсов нашей кафедры, и дипломники, и аспиранты, можете общаться и обсуждать то, что у вас происходит в вашей научной жизни. И как продолжение этой цели, здесь мы будем также стараться, чтобы наши дипломники, аспиранты представляли результаты своих работ, которые должны в скором времени защищаться, или диссертации, которые они готовят. Это тоже важно, потому что у вас сейчас нет пока совершенно никакого опыта в том, как нужно излагать свои результаты так, чтобы они были понятны и интересны слушателям. И здесь вы, с одной стороны, будете видеть, как это нужно делать, а с другой стороны, время от времени будете пытаться это делать сами. Вот такая идеология семинара, не знаю, что из этого получится, честно говоря, когда мне об этом сказали, изложили эту идею, отношение моё было достаточно скептическим. Ну, посмотрим, а вдруг что-нибудь из этого да выйдет. И вот я имею удовольствие констатировать, что наш семинар открывается докладом лекции Валерии Петровича Яковлева о гантеинформатике. Поскольку я уже её имя удовольствия слышу, то могу вам заранее сказать, что она будет весьма интересна. Всё. Спасибо. Ну, как прыгнет дальше? Знаете, там ходят столички, да? Они всегда... Всё. Это будет нечто, что я хочу сказать, это не будет нечто в достаточно узком предмете. Тогда можно было бы в деталях, да? Более детально, может быть всё менее интересна, менее скучна, более скучна, всё, но тем не менее, он совсем достаточно содержательно и безукоризменно, более не безукоризменно с точки зрения научной. Правильно? Вот. Это одна крайность. Вот я не там буду. Но с другой стороны, надеюсь, что я не буду заниматься здесь просто таким совсем уже общим трёпом философствовать. Хотя без философии сегодня обойтись нельзя. Потому что те вопросы, которые я собирался бы рассказать, они имеют в том числе и весьма нетривидеральный, и очень глубокий философский смысл, и у меня, честно говоря, в своё время, но это было уже тому назад несколько лет, вот так действительно, скажем так, это на меня произвело, что тогда очень сильное впечатление, хотя я был абсолютным скептиком, попробовал бы, хотя я там с местными людьми, которые вот здесь, в принципе, упоминают, и какое-то имеют отношение, чьи портреты я приведу, имена, фамилии. Дальше я работал, разговаривал с соседней комнатой, рядом, с соседней стороной, всё такое прочее. Поэтому это когда-то всё начиналось. Но тогда это, мне больше называется, это было, была где середина, так сказать, для меня начиналось, в середине 90-х годов, да, это уже было, так сказать, достаточно бурное развитие вот этой области, да, которые получили название, ну, квантовая информатика, квантовое учреждение, квантовый компьютер, как какие-то. Вот это шаг, как он смысл, да, вот так вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, вот это то, о чём, в принципе, пойдёт речь. Хотя этим не исчерпывается. Вот так вот, замахнувшись на то, чтобы рассказать о многом, я, естественно, жёртвен его тогда тем, что какие-то абсолютно точными, да, и полностью изложенными, да, детально изложенными деталями. Даже не то, что детально, а просто изложенными деталями. Поэтому многие вещи я буду просто говорить, ну, так сказать, апеллируя к тому, что, в принципе, это можно сделать. И у меня ещё перед этим ещё есть один вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, я просто вот так вот, несколько лет тому назад я, ну, так, в виде пробного такого курса, я читал факультативный курс квантовая информатика. Никто не слушал меня в этот курс из присутствующих. Ну, Андрей, вы-то, конечно, мы с вами отдельный разговором. Он там занимался всякими, так сказать, в проекте МАИ, а потом про вас скажу, он отдельный страховый в сюжете. Ну, так вот, значит, кто? Поэтому мы единственное, это уж тогда какие-то вещи, которые я там всегда, скажем, больше деталей излагал, да, здесь они, я только упомяну их, естественно, они переходят в детали, понимаете, да, из-за того, чтобы представить всё это вот, ну, не знаю, это уже не проблема, а область, более-менее крупными мазками в целом, достаточно в целом. Так вот, квантовые компьютеры, квантовые числения, квантовая информация, самое интересное это вот это вот, конечно, потому что это уже ч... Это да, это иди. Это я, что, к акценту, но он перебился. Потому что квантовый компьютер, ну, нет. Хорошо бы сделать. Правильно? Ну, как говорится, но дамы, дистанция огромного размера. Ну, вот сейчас, соответственно, я буду рассказывать здесь, вы почувствуете, какие там проблемы есть. Принципиально всё возможно, но, как говорится, от принципиальной возможности дореализаторы, это, что называется, трудиться и трудиться. В конце там я покажу вам некий рисунок, схему. Квантовые числения — это нечто, ну, которое связано с отработкой квантовой информации. Правильно? Методы, алгоритмы и так далее. О них тоже кое-что скажут. Ну, подчеркнув, ясно, что это не исчерпывающие вещи, но несколько таких вот алгоритмов, скажем, не то, что я их изложу, но я о них скажу. Это алгоритм там, скажем, который мы называем там поиск квантовой гонки в квантовом скобе седы, то есть квантовый алгоритм Громера. Или там, скажем, такой фундаментальный алгоритм, который произвёл в своё время, это в середине 90-х годов, алгоритм Шора. Я вам тоже несколько слов скажу, о чём где-то речь. Кроме того, целый ряд других моментов, в том числе сюда также, а просто надо было бы сюда вот ещё, помимо алгоритмов там и так далее, сюда можно нарисовать, приплюсовать такую область, которая называется квантовой криптографией. Это то, что сейчас не просто принципиально сделано, да, а это есть реальные инструменты. Я там в конце несколько слов скажу, так сказать, и покажу некую картинку, ну, интересно, так и показать. Всё. Ну, и, как говорится, немного более того. Итак, значит, ну, будьте любезны, следующий вопрос, да? Значит, он выглядит так, это, значит, это момент, это третий тон какого-то, там, года, а, 98-го года. Ну, это был журнал «Физикс Лорнгт», он тогда, вот этот номер был посвящён квантовой информатике, да? Ну, это вот такой, этот самый, как он называется, как это называется по-американски? Этот… Коникс. Коникс, коникс, вот, вот, вот. Вот этот коникс, ну, он, так сказать, смыслопонятен, да? В том, что, так сказать, то, что творится в квантовом мире, на самом деле может не укладываться в рамки наших обычных, да, представлений, то есть оно может быть контринтуитивное. Ну, вот, как бы всё. Поэтому, как вот в своё время, когда были популярны вопросы несохранения чётности и так далее, эксперименты, теории и так далее, это вот, когда был открытый эффект несохранения чётности в слабом взаимодействии, потом там теория была развита и так далее. Вот тогда все статьи, ну, не все, но многие статьи, книги и так далее, они сопровождались эпиграфами, там, главы, антирные статьи, которые брались из книги Кэролла «Алиса в зазеркале» и «Алиса в стране чудес». Ну, вот этот комикс, он в этом смысле достаточно популярный. Вот здесь, как видите, как говорится, «пси плюс» а «пси минус», как говорится. Это вот по поводу этих состояний, которые так вот означают, правда не так, а «плюс» и «минус» в скобках пишутся. Ну, это жесть. Нет, потому что это не «вытро-собружённый» секрет. А это «пси плюс», есть такие состояния, два Белловских состояний, а в этом всё позже. Ну, всё, это вот там было по поводу того, но это, как говорится, «настоящий мужчина». Правильно? Такая, вот, подборожек. Всё. Значит, теперь дальше. Значит, вот можно даже более-менее точно… А, да, значит, я прошу прощения, значит, я стартовал 20 минут. Значит, я планирую сначала минут 40, да, а потом решили. Я прерываю, сделаю перерыв и продолжаю, да? Вот так вот. Значит, первые 40 минут, я буду прерываю. Вопросы можно узнать по поводу, респонденту. Значит, он может более-менее датировать, достаточно хорошо, когда, как говорится, всё это началось. Вот обычно датируют вот этими двумя, ну, начало 80-х годов. Это вот там работа Фермуна была опубликована на физике, физика на компьютерах. Ну, и по поводу ещё для её развития восемь сторон. И также, да, и вот работа другого физика, Довида Дейча, он из другой области. Если Ричард Тейнман, он, как говорится, физик, теоретик до глубины души и так далее, Нобелевский ряд и прочее, и прочее, и прочее, да, и много более того. То Дейча из другой области, он не из области информатики или математической, так сказать, вот этой подоплёте. И вот им, вот эта статья, приборная, ну, чуть позже, в 85-м году, делать с таким названием. Ну, это вот эта работа, в которой были сформулированы первые, так сказать, отправные посылки, к тому, что потом получили название. Квантовый компьютер, квантовая информатика, так сказать, ну, понятно, квантовые вычисления и так далее. Всё. Я потом об этих работаю. Значит, теперь, ну, два слова. Значит, что такое, квантовая информация и квантовая информатика, как наука? Это то, что, как говорится, находится на стыке, ну, двух наук, да? Классическая теория информации, которая, дай бог, сколько лет существует, ну, не так много, кстати, так уж будем говорить, это с 20-х годов 20-го века, да, когда там машина Кюнг и так далее, и так далее. Того самого Тюринга, да, который эту самую, не, расшифровал немецкий код, который мы не передавали, да, он был шип, а? Инику, да. И когда там по подводному локу, там неочередной, так сказать, немцы потопили караван, да, и здесь нашли, так сказать, математики, в том числе Тюринг нашел, ну, в этой команде, да, то, что позволило расшифровать. Это тот самый Тюринг, да? И вот машина Тюринга, универсальная среди машины Тюринга. А вот, нет, нет. Так вот, так вот, это, значит, наслики к российской теории информации, да, и культурные механики. Это вот такой, как говорится, ну, симбиоз очень нетривиальный оказался. На самом деле, вот до этих работ, вот, названных здесь, особенно в голову это не приходило, людей, хотя, на самом деле, если как мы, как всегда, окажется, что что-то, что, ну, как бы указывает нас очень специфическое, так сказать, контринтуитивное соотношение между квантовой механикой, реальной физической теорией, которую описывает физический мир, и понятием информации, что это еще восходит к таким людям, как Альберт Эйнштейн, Подольский Розен, да, это работа, или Эрвин Швейнгер, 35-й год. Так что, так можно найти, так сказать, точные вот истоки. Хотя, тогда об этом еще не говорилось, но об этом я потом помню. Значит, тогда, вот два слова по поводу, да, ну, сейчас, как бы, если звучит слово информация, да, но все понимают, да, я же не говорю о школьнике, я не про студентов, я не говорю о школьнике, в детском саду, а не только это самое, у них информационные технологии, да, компьютеризация, информатизация, у них у всех эти самые флешки, плееры и так далее, и так далее, здесь дебильники, там, то-что-что-что-что-что-что, набирают, и просто, я так не умею, а на путь, кому-то там набирают, шлют СМС, получают еще что-то, говорят, где это ты, как говорится, ну, вот так, так вот, поэтому информация для них, это вещь совершенно знакомая, они питаются информацией, это у них родное. Ну, так вот, вот информация, пожалуйста, вот то, что вы сейчас видите, вы получаете информацию, да, ну, вы же читаете и так далее, это вы читаете и так далее, но это пришло очень сложный путь, ну, это, вначале, где-то в книжках, на библиоте оно написано, потом я из этих книжек что-то стал переносить куда-то на, например, в компьютер, так сказать, рисуя, это самое, в Powerpoint, да, какие-то картинки, ну, не я, это Андрея делал, конечно, я не буду, если Андрея не было, я сказал бы, я, так что я могу. Какие вещи Андрея, он узнает свою руку здесь. А может быть, не Андрей, а Павел? Возможно. Это брат его, знаешь. Ну, так вот, она потом переносилась на какие-то там, да, в электронные и магнитные структуры, да, на, так сказать, на компьютер, правильно, вот это на память, на диски и так далее. Потом она оттуда была перенесена на флеш-карту, ну, просто переписывал, и все, флеш-карту вставлено, так сказать, сюда, здесь опять я считал, преобразовал, так сказать, ту информацию, которая там написана, какие-то сигналы электрические и прочее, спроецировал это все через такую акустику, через линзы и так далее, или как оно здесь, а, вот это, да, вот, по виду там, да, значит, все спроецировано на доску, да, там изображение, здесь на экране, так сказать, на жидко-кристаллическом, а здесь, так сказать, это обычная доска, ну, необычная, так сказать, интерактивная, да, но, тем не менее, здесь просто как экран, да, все, потом это изображение попадает к вам в глаза, проходит через биологические, биологического происхождения линзы, хрусталик и так далее, отражается на свечатке, раздражает там окончание, преобразуется в сигналы, который распространяется по нервным, там, этим самым, как называется, не по нервным, а по нервным каналам, да, это попадает в босс, может, там, дешифрует и так далее, возникает образ, потом это все переворачивается, как положено, из детства, да, изображение, так сказать, в другом направлении, все, и в эту самую, вот здесь у вас уже, не буду говорить по-японски, где это, но, так сказать, в этом месте все это, вот, как говорится, то есть информация, вот эта вот, она прошла вот такой вот, длиннейший путь преобразования, правильно? Системы, которые работали, манипулировали эту информацию, разные, я перечислил только несколько, да, всякие там электронные, так сказать, оптические и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, правильно? Но они все работали по классическим законам, эта информация, я прямо разговариваю, в классическом виде, в таком же виде, как работают все классические компьютеры, если все существующие, ничего к вам было там нет, хотя те системы, переносчик информации, они отнюдь не, так сказать, как говорится, доска с какими-то там, гвоздями, пружинами, железными, да, так, шарики, ролики и так далее, да? Это очень сложная система полупроводники, и бог его там знает что, жидкие кристаллы, квантовые тёрки и так далее, которые работают, да, полупроводники, да, сами допированные, недопированные и так далее, они работают сложно по физическим законам. Но они называются носителями классическая информация. И классическая информация, вот, она существует вне зависимости от того, как работают эти средства. А эти средства только обеспечивают, ну что, быстрое действие, да, яркость, так сказать, доступность, да, и так далее, воспроизводимость, и так далее. Поэтому, значит, ну, а классическая информация, два слова я просто скажу, вы это знаете, я просто, что называется, повторю, вы даже лучше меня скажете. Значит, ну что, информация стала предметом математического исчисления, да? Ну, там надо в чем-то измерять. Вот информация измеряется в битах. Вот один бит, это некая бинарная переменная, да, которая принимает два значения. Ну и один, например, плюс, минус, да, нет. Еще одна, вот это один бит информации. Значит, причем этот бит, который отвечает двум, идентифицируется с двумя чем-то, да, нет, или там плюс-минус, или много-один, да, идентифицируется. Но система, на которой это происходит, может быть разная. Это физическая система. Так ведь? Ну так вот, такая система называется триггером, правильно? Это система физическая, у которой есть два устойчивых положения. Неустойчивых, конечно, чтобы не толпу, случайно не разрушить. Все, это вот два устойчивых положения. Этот вопрос, я нарисовал кусок полупроводника или череда, эти вот кружочки или что там изображают, там, атом или какую-то все. Но на самом деле речь идет. Да, и там могут быть какие-то допанцы, какие-то допервные примеси, да, он не допервный примеси, и на этих примесах может быть заряд, а может нет. Есть заряд, один. Нет заряда, ноль. Логический ноль. Единица ноль. Это два положения вот этих заряженных и заряженных этих примесей. Это могут быть токи. Это могут быть ток через правоположные. Течет ток, скажем, в этом направлении. Тока нет, ноль. Если ток протекает, так сказать, при приложен потенциале, через кого-то, это есть единица. Да, вот два положения, все. Но это ноль, единица, это логические вещи. А на самом деле это есть сигнал, нет сигнала, да, есть заряд, нет заряда, есть ток, нет тока. Значит, ну я сначала по телефону про это скажу. То, что здесь написано, это количество информации, что есть когда, как мы, что мы говорим, что мы записываем информацию, кодируем, да, ну есть тоже какой-то язык и так далее, все, а потом кодируем в виде числа. Ну вот используется, как обычно используется, так же положено, да, число двоичной записи. Почему? Тут удобно. Ну можно и не писать двоичную записи, но и десятичные записи. Ради бога. А тогда, что есть количество информации? Вот если вот есть какое-то число, ну, скажем, вот число, ну-ка, так называемая XA, Readers, Шимон, 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 да, которое используется, 129-десятичный знак, вот такое число. Оно давно было там придумано для использования в системах, в криптографических системах для кодирования банковских счетов и так далее, для защиты, да. Вот это вот такое вот число. Так вот это вот, ну, можно и такое число. А вот то, что здесь написано, есть логарифм по основанию два от этого числа, это и есть мера информации. Вот количество информации, это вот логарифм по основанию два от числа N. Понять это очень легко. Дайте мне эту саму, как называется. Белый. А, нет, разыск. Стандартная задача. Вот вы загадали, кто-то, да, какое-то число, ну, из первого миллиона. Ну, обычно в детском саду играет, там, скажем, от единицы до десяти, а луч одной ряда до девяти, правильно? Ну, так же делать. Ну, а, нет, нам все равно. Вот у вас число, так сказать, десять шестой, правильно? Я научусь, я научусь, я научусь, я не научусь, я не научусь. Постепенно. Десять шестой. Чтобы угадать это число, вы загадали одно из чисел, вот, из этого членочного... Одно число, да? И у меня спрашиваете, ну, я вас спрашиваю, да? Угадаю. Значит, надо задавать вопрос, на который можно получить ответ, да, нет. Сколько надо задать минимальное число вопросов, чтобы угадать это число? Ну, естественно, где-то в среднем. Если, а? Ну, двадцать больше не надо. Ну, я, вы так быстро считаете, я так и не вы быстро считаете. Так вот, чтобы посчитать это, сколько это, это надо взять, вот, десять шестой. Это два. В степени. Логарифм. По основанию два. От этого числа. Вот сколько вопросов надо задать. Правильно? На которые ответа да нет. Поэтому это количество информации, которое одно число из миллиона чисел, если я угадаю, да? Я получил информацию, которая есть логарифм по основанию два, десять, семь и шесть. Вы сказали двадцать, но я не возражаю, восемнадцать, там, стоят девятнадцать, да? Шесть логарифм по основанию два, десять, правильно? Тройка там где-то с небольшим, правильно? В этом смысле правильно. Все. Значит, почему так? Очень просто. Очень просто. Если это число представлено в двойничной записи, вот тот самый миллион, то вот столько, сколько было написано здесь, по основанию, вот это вот число миллион, А это столько двоичных знаков, двоичных разряда, правильно? Потому что каждому, чтобы не признать это число, надо знать, что в каждом разряде находится, ноль или единица. Но это требует от каждого одного вопроса. Ну и как? А вы говорите, ну нет, значит единица, мне больше ничего не надо. Первое, еще единица, да, единица и так далее. Надо задать вот столько вопросов, все. Так что вот это вот есть количество информации, то есть число битов длина двоичной строки, фактически, правильно? Для записи этого числа. Ну и вот здесь последний, то, что я здесь нарисовал, это следующее. Ну идет тенденция к миниатюризации. Надо делать что-то там поменьше, меньше, меньше, чипы маленькие, маленькие, меньше, 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 становится этих самых примесей меньше, 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 меньше. Почему это хорошо? По разным причинам. Во-первых, там можно строить очень большие системы с большим числом элемента, да, но все-таки помещаясь в маленькие, так сказать, объемы. Кроме того, быстрожейство будет возрастать. Почему? Ну, чтобы есть маленькие размерчики, да. Самая большая скорость, это скорость света. Чтобы можно было что-то делать, сигнал из одного места в другое должен попасть. Правильно? Поэтому размер должен быть быстродействия будет определяться тем, какое время требуется для прохождения, по порядку влечения, да, света, на вот там расстоянии, которое отделяет один или на другого. Вот и все. Ничего здесь особо нет. Поэтому при скорости 10-12, при быстродействии 10-12, мы понимаем, какие вот размеры характерные, так сказать, будет, да. Ну, вот средь быстродействия 10-12. Поэтому, чем меньше размер, тем, наверное, будет, тем будут, ну, большего быстродействия можно достичь. Кроме того, ясно, что если записать номер, каком, 9 единицы на систему с огромным числом, да, или здесь пустить большой ток, ну, я про амперы не говорю, пускай даже миллиамперы, пускай даже микроамперы, это все так здоровые токи, да. То есть они работают в макроскопической системах. Но тогда, когда всякие токи, заряды и так далее, туда-сюда, потенциально прикладывать и так далее, большие там потери, и все, греется, все, поэтому вот те первые компьютеры, которые были, это там огромные комнаты, шкафы, да, и надо охлаждать, 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 охлаждать. И быстродействие будет очень большое. Поэтому меня автюризация приводит, способствует тому, что и масштабируемость будет лучше, быстродействие будет лучше, и, что еще? Ну, и управление будет проще, правильно? Сейчас управляется, вот вы там, это самое, на этом, как это называется, на планшетнике, да, пальчиком там джик, перескочили, нажали, выскочил, целая программа. И джипея, скажите, да, там американцы, да, Титаник, мы смотрим, где он сейчас улет? Да, куда он побыл сейчас, да? В сторону ТПУ этого места, где тот сгинул. Интересно, что произойдет с нынешним пассажиром? Значит, следующий вопрос. Да, потому что мы еще нечет назад обращусь. Значит, вот здесь написано такое понятие, как топологический стандарт. Вот это то выражение, которое было, ну, где-то вот, я взял год назад. Топологический стандарт называется некий контролированный размер. Ну, где-то там, когда печатают эти схемы и так далее, там нужно какие-то линии брони, которые будут уже отрывать, да, проводников там и так далее, и так далее, и так далее. Делается с помощью фотографии, все есть, и технологии, и сложно, да. Так вот, какое-то время назад, вот контролируемый размер был 45 нанометров. Вот тогда, когда я читал, обещали, что там где-то вот в одиннадцатом году перейдут на стандарт уже половину меньше, 20-30 нанометров. Ну, я не знаю, сейчас перешли или не перешли. То есть, ну, прогресс идет в квантовых технологиях, изготовления там этих устройств, триггеров и так далее, там прогресс большой. И там это вот все. Но если мы взять вот, я говорю, вот так, вот такая вот элементарная ячейка, 45 нанометров, пласячка, можно словить по одному атому. Можно посчитать, сколько там, ну, тысячи я там атом учил. Ну, такая плотная упаковка, да. Если два слоя там, ну, пять тысяч атомов. Но все-таки это макроскопическое число. Когда он уменьшен, уменьшен стандарт, там будет меньше всего. Но все равно еще пока много. Ну, я за следующий кадр. Это старая очень картинка, взят вот, так сказать, из этого журнала, который издает IBM американский. Все. Значит, вот здесь, на грифмическом масштабе, я задам, ну, доведено, это была картинка этого такого, доведено до этого года, 98-го года. А эти вот точки, это вот, ну, где их написано, это число примесей, которые внедряются в полупроводник, да, для того, чтобы сделать какой-то логический элемент. Ну, какой-то там, гейт какой-то, так сказать, и так далее, там, какой-то, там, гейт-нот, так сказать, или еще, так сказать, ну, для логики, для обработки. Все. Так вот, смотрите, видите, здесь прямая, вот этот логический масштаб, только что было экспоненциальное убивание. И вот на это вот экстракляция. Поэтому вот, как говорится, по их, так сказать, ну, вот на уровне этого года, ну, вот 2010-2070, где-то уже должно быть вот на сотни и так далее. Ну, вроде бы еще пока сотни нет, но тем не менее это уже тенденция более-менее такая вот. То есть миниатюризация, вот только миниатюризация, они говорят о том, что есть так вот, и скоро мы дойдем до жизни такой, когда носителем информации должен быть объект атомного размера, атомного масштаба. Это, с одной стороны, это технология, а с другой стороны, ну, там-то, кстати, начинается то, чего не было в классике, в классической информации. Почему? Если носителем информации будет квантовый объект, то и квантовая информация будет записываться на квантовых состояниях этого квантового объекта. Да? Чёрная кошка в чёрной комнате. Вот так вот будет. А она, не она, а он, это объект квантовый. Да? Ведет себя, взаимодействует и так далее, управляется квантовыми законами. А вместе с ним будет управляться и, так сказать, меняться информацией, но по другим законам, не по-классическим, а по-классическим. И вот это, то, что вот... Я не понимаю, мне покажи, пожалуйста, его число. А, ну ладно, пускай, и так оставь. Так вот, то, что в своё время... Я это не привёл, это здесь. Вот ещё такая крупная фигура, Ландауя. Значит, он там же где-то вот на рубеже в середине девяностых годов сформулировал такое утверждение. Это философское, фактически, утверждение, он физик, и всё такое прочее, но утверждение философское. Что информация, по сути, физично. То есть вот так я бы перевёл название его статьи. Здесь она, кстати, не приведена, но если, так сказать, вот её хорошо, литературно перевести, вот я её перевёл так. Хотя такого перевода в нашей литературе не видел, поэтому горжусь. Вот информация, по сути, физично. Вот он говорит у следующее, что классическая информация, она записывается на системах физических, правильно? Но которые ведут себя по физическим законам, по квантовым законам. Но сама информация управляется классическими законами. Вот такая, как вот мы привыкли в те преобразования и так далее. Как работают все классические компьютеры, там, всё. Когда законы, управляющие носителем информации, этими ячейками, триггерами и так далее, так всегда, это квантовый закон может быть, да? Топ через полукроводунки, или там, там, квантовая яма, или совокупность квантовых ям, или как называется, примеси полукроводных ям, да? Но информация оторвана от носителя. Она сама по себе. Она подчиняется классическим законам. А если мы придём уже, вот переходим, ну, в силу технологических требований, ещё каких-то... В такой ситуации, когда информация будет записана на квантовом объекте, носительной информации будет квантовым состоянием, тогда квантовое состояние и управляется квантовым законом. И информация, будучи привязанной к этому квантовому состоянию, будет вести себя квантовым образом. Так вот, с точки зрения, значит, тогда мне нужен, как бы, ну, триггер, правильно? Ну, уже квантовый триггер. Что это такое? Это квантовая система с двумя состояниями. Хорошо выражение двумя состояниями. Ну, вот примеры, которые реально сейчас сделаны, реализуются во многих, главные примеры физические я буду говорить. Это, например, вот фотон здесь нарисован. Ну, так вот, условно. У него две поляризации. У него вот верхний и гональная поляризация. Вот два поляризованных состояния — это два состояния, которые можно поражать, да? Ставим там фильтры и так далее, да? Поляризатор, анализатор и всё такое прочее. Можем изменять их, да? Но вот эти два состояния, одно из них, а то же бестрим, с логическим нулём, скажем, а другое — с логической единицей, да? Тогда это будет триггер, это будут два квантовые состояния, но для логики, да, они будут представлять собой логический ноль и единиц. Но так как это квантовые состояния по соответствующей величине называют не битом, а кубитом — квантом-битом. Ну, это вот там Барри Швахер придумал такое название, но так и останется — квантом-бит, кубит. Поэтому вот два поляризованных состояния образуют кубит. Тыкните, пожалуйста. Ну, это прекрасное состояние, которое тоже могут и реализовать кубит. Это два электронных состояния атома. Ну, например, атомы, нельзя там что-то другое, атомы, да? Ну, одно скажем, граун, другое — excited. Они одно идентифицируются от связи с единицей магической, другое — с нулём. Это два состояния атомные. Атомные состояния вот эти вот — это могут быть, так скажем, компоненты сверхтонкой структуры основного состояния. Тогда они очень близко друг к другу расположены, да? И между ними интервал, так сказать, как говорится, ну, в микроволновом диапазоне или в освочении диапазона. Это могут быть более расстояние с оптической частотой перехода, да? Ну, как известно, возбуждённые состояния, они все коротко живущие, правильно? Поэтому это плохо. Если их кубит, будет быстро распадаться. Поэтому нужны состояния, если возбуждённые, что оно имело очень большое время жизни. Ну, скажем, несколько секунд. Об этом будет плохо. Ну, это два атомных состояния, скажем, гранд и эксайкет, которые отразделяются тоже с нулёной единицей. Это тоже прекрасный кубит. Ну, ещё кубит, пожалуйста. Ну, это уж совсем просто самой природой созданный кубит. Это два спиновых состояния, частицы со спином одна-вторая. Это могут быть ядро, скажем, какой-нибудь там протон или там какое-нибудь там ядро углерода, да? Там изотоп углерода с моментом одна-вторая, с ума, и всё. Или просто электрон, например, да? Два спинных состояния электрона. Ну, как говорится, два состояния — это два состояния с зернаправлениями спина. Плюс одна-вторая, минус одна-вторая, но нет у нас спинтования. Вот здесь это написано. Всё. Поэтому это прекрасный кубит может быть образованным. Всё. Ну, это, конечно, какие-нибудь понимания. Ну, а здесь я вам просто ещё раз подчёркиваю. Два грантовых состояния — такое и такое — вот идеак здесь появился. Ну, это я просто так рассказывал тогда ещё, так сказать, и в другой аудитории, да? То здесь надо было пояснить, чтобы никакой мистики забрали кетом, не было что. То есть это был брекет, да? Вот. Вы раз так сделали, и вектор, и со-вектор, и сопряжённый вектор. Так вот это два-пят вектора, и они отвечают логическим состояниям на единицу. Ну, пока всё хорошо. А суперпозиция? А. А. И вот этот самый, тот самый кип-поинт. Почему? Потому что. Да. Быть или без. А. И ещё тогда. А. А. Вот классический бит может находиться либо в состоянии ноль, либо в состоянии единицы, да? В одном, либо в другом. Ну да, поэтому, если, так сказать, обратиться к Шекспиру, да, как тот сказал к Гамлету. Ну, to be or not to be. А кубит, квантовый бит, может находиться в квантовый бит, кубит, может находиться в состоянии ноль. А. То есть, это, информация, которая здесь написана, вот кубит надо вот так вот, по Шекспиру, что ли. Если вы понимаете. Гаджу, с этого придумали. И, может быть, это ваш вопрос на всякие вещи. Ну, так вот. А когда, как об этом говорить? Информация, которая там содержит, вот классическая информация, ну, содержит, либо правильного нет. И все. Альтернатива такая вот только. Либо да, либо нет. А квантовый бит, носитель квантовый бит, он может несет информацию тоже ноль и один. Но есть такие состояния, где там будет и ноль, и один, и да, и нет. Одно и того. Вот то, что здесь написано, это вот вы правильно сказали. А суперпозиция. Вот суперпозиция, это есть, так сказать, то, что лежит в основе квантовой механики. Правильно? Это принципиальное положение квантовой механики, именно принцип суперпозиции. Это есть, так сказать, на этом основаны, ну, квантовые законы, законы реального физического мира. А это, если, что, когда есть, так сказать, суперпозиция, что там дальше происходит. Если два состояния есть, да, суперпозиция возникает и так далее. То, что там еще, так сказать, есть разные пути распространения. Квантовых состояний, как говорится, два пути, да. Они могут потом обретут складываться, вычитаться, интерферировать. Поэтому процесс манипулирования квантовой информации, эту информацию записано так, ну, естественно, называют квантовой информацией. Но когда они один, а там, скажем, несколько пути, когда манипулируются, все, там будут играть роль квантовой законы. Ну, например, в частности, информация, ну, с какой-то физический процессом это вычисление. Раз он будет манипулировать этими самыми, этими нервными единицами, которые записаны в этих состояниях. Ну, там, в этом, здесь, 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 правильно? И что тогда будет? Вычисления, логические ноль и единица, будут интерферировать, дефрагировать, распространяться по разным путям. Будут, конечно, так ввести себя состояниями. Но вместе с этими состояниями, будут так ввести себя та информация, которая на них записана. И это вот то, что вот Илья Медулан Баор когда сказал, что информация физичная, если идет речь в таких вот ситуациях, она не может быть оторванной и не оторванной здесь вот, да, от физических законов, которые управляют носителем этой информации. Со всеми, но в контурме много чего есть, помимо суперпозиции, он автоматически приводит к интерференции, да, и так далее, и так далее, и это все будет, этот физический процесс манипулированной информацией будет, в нем будут проявляться эти квантовые, особенно, закономерности. Но тогда открываются огромные возможности совершенно другие, которых не то, что нет, а принципиально нет в классической информации, в законах манипулированной классической информации. То есть будет интерференция, интерферирование вычислительных, ну вот, чего-то, что представляет объект вычислений. То есть что-то в одно такое место будет складываться больше, 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 проинтерферирование много получилось. При каком-то нуле там, да, который отрезвляет объект. А при единице мало получилось. Поэтому вот вычисли, это будет квантовый закон, квантовые вычисления, они содержат много будет. Вот это вот еще одно имя я назову, Антон Цайлингер, ну, потом я даже его фотографию там покажу. Значит, вот он, так сказать, вот подчеркнул, в частности, он много чего сделал, ну, я потом о нем дальше, наверное, скажу. Он много сделал, он подчеркнул, что вот в публикациях своих, что вот квантовая информация, апеллирование квантовой информации, которая подчиняется квантовым законам, да, открывает огромные возможности. Она бы повлияет на все, на, в частности, на быстродействие. Конечно, не всегда, не все то, что, так сказать, квантовый компьютер будет делать, будет лучше классического. Что-то он будет делать так же, как классический компьютер. Но есть какой-то определенный класс задач, где квантовый компьютер, а компьютер, который работает, или вычислитель, который работает с квантовой информацией, записанной на квантовое состояние, он будет давать экспоненциальную выигрыш. А это означает, что те задачи, которые называются, ну, так называемые трудные задачи, N-P, класса N-P, non-billion problems, вот эти задачи такого типа есть, которые на квантовом компьютере могут быть решены за время, которое экспоненциально меньше. То есть только такие задачи, которые, в принципе, на классических компьютерах, вот их треснет. Вот чтобы факторизовать число, которое имеет 250 десятичных знаков, расчет при несовременном компьютере, при быстродействии, ну, пускай так, 10-12 операций в секунду, мы понадобятся миллиарды лет. А на квантовом компьютере она может быть решена в течение, в котором надо компьютерами, да так, все в порядке. Ну, она будет решена достаточно. Так, ну, да, а, нет, еще есть минуты. Все, значит, итак, вот теперь, а то мы предыдущие уже... Да, все, до следующего, правильно. Теперь, вот, значит, вот так, и теперь я буду говорить о квантовых, да, только о состояниях, о кубинах. Ну, вот пускай есть, как, ну, регистр, да, совокупность кубитов, да. Но квантовых кубитах, вот, например, спина, спина в 1, 2, плюс это, да. Вот, все, целая цепочка, n кубитов, квантовый регистр. Значит, они находятся в каких-то, скажем, в состояниях. Ну, вот, там, трех, вверх, стрелка вниз, это условное изображение, правильно? Этому единице, и так далее. Тогда это состояние, квантовое состояние, да, вот этого регистра. Это будет вот такая вот какая-то стольщика, правильно? Эта двоичная запись некого числа X. Берни написали докладки стиль. А чё же они все равно? Это вы что? Привет. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Какой-то речь. Ну, это… Мне тут гораздо интереснее, чем только ее рассказывать. Так вот, это двоичная строчка, да, изображает числа X какую-то. Теперь, а вот теперь вот, а теперь тот же самый квантовый регистр, в соответствии с принципом суперпозиции, может находиться в состоянии, которое у него суперпозиция такого, 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 и такого, ну в механике это так написано. То есть это что означает? Вот это состояние возможно с точки зрения квантовой механики? Возможно. Это будет суперпозиционное состояние, да, которым представлены все числа, все двоичные строчки, изображающие все числа от нуля, пункт этого числа, а это два степени минус один, который его оба считать. То есть вот, вот записав такое состояние квантового регистра, сделать, да, мы запишем в нем, в одном регистре все числа от нуля до двадцати степени минус один. Классический регистр, классический регистр составлен из классических битов, может записать не в угол из этих чисел, но одно, а это записывают сразу все. А после этого легко понять, что если такое возможно и такое будет, да, то какая-то операция вычислительная, она будет делаться в один хлоп, сразу надо вычислить какую-то функцию. Если есть какая-то процедура, не пускай классический даже алгоритм вычисления этой функции. Заглав такое состояние, можно в один хлоп, вычислить значение этой функции для всех значений переменной х от нуля до двадцати степени минус один. Сразу, за один проход. Вот это, я поверну, тыкву сделаю. О, красота. Так вот это, такое вот, что, носит название, вот это, ну, принцип и так далее, у него носит название контр-параллелизм. На него обратил внимание Дойч, вот та самая работа, помните, в самом начале, после фильма, у него была работа Дойча, Дэвид Дойч, восемьдесят пятого года, да. Вот там он на этом рекомендуем. Значит, вот то, что здесь схематически изображено, это некая квантовая схема, без деталей, а такая, ну, как говорится, блок-схема, да, крупные мостами, такие. Так вот, два, два, что это, два регистра, такой, где все внули, ну, если я написал просто, пустой, да, и второй, делать записку вот это самое, вот это вот, ну, я не стал вот эти вот эти всякие, квалифицировать просто для жаркости, да, сумму всех чисел. А вот то, что здесь происходит, вот в этом блоке, это есть некий вычислитель, ну, там какие-то, какие-то операции, какие-то схемы, которые позволяют вычислять функцию, да, от x. f какую-то функцию, f от x, вот здесь, например, если нет оператора, u, f, тогда что будет на выходе? На выходе вы сразу, в один, так сказать, как говорится, применим эту сразу операцию, вот в такой системе, да, а значение функции записывается в этот регистр, давайте снисторию сюда. Тогда что будет? Вот что получится. Вот здесь на выходе будет регистр, он и здесь составит двух частей, этот и этот рядышком, правильно? Один вот, где располагаем ближе, дальше, я этот расположил вот в этом месте, а этот расположил, так сказать, поток, понятно, да, вот так то будет. Один регистр и другой регистр. Это регистр суммарной длины, суммарной протяженности, суммарным числом убитых, да, сколько, сколько убитых здесь нужно, n штук, и столько, сколько убитых здесь нужно, чтобы написать любое значение функции. Так, а здесь тогда вот что получится, за один проход мы сразу вычисляем значение функции во всех точках х, это вот квантовый параллелизм. Я понимаю сразу, что он может получиться огромным выигрышем скорости. Ну вот сразу вы думаете так, как всегда, и на этом это уже тогда нафигурит, как всегда, ну не надо уж прям преддаваться такой какой-то эйфории. Такое прям аха-ха-ха-ха-ха, нифига. Это здесь есть, но это в компьютере. Ну вот в квантом состоянии. Я буду, мне надо извлечь, а чтобы извлечь, надо измерить. А чтобы измерить, надо спроекцировать. На фундаментальное состояние, ну понятно, на полный набор состояний этих двоечных строк, которые в принципе могут быть, да. Что мы тогда, когда я измерю, проведу измерение, я увижу только то, то слогальное в этой сумме, которое там есть. То, которое там нет, я не увижу, а то, которое есть, если оно есть, я не увижу, да, такое слогальное в этой сумме есть. И больше ничего не будет. Измерение уничтожает квантовое состояние. Правильно? Поэтому было состояние такое, как, ну да, измерение в квантомеханике это операция по формуэмон, это операция проектирования. Если я спроектирую на какой-то базисный метр, да, ну, базисный метр, это такая вот, должна быть такая, любимующая строка, измерение каких-то единиц, и так далее. Понимаете, да? Я спроектирую, что-то получил. Я там увижу, какое-то число, ну, вот, например, вот это число, которое было там, миллион написано. А здесь значение функции в двоечном ходе, а f от миллиона. Увидел это лишь что? Это результат, сколько отбитой информации получил. n штук, сколько-смолько суммарно число разряда в этих двоечных срочках. Правильно? Ровно столько, что мы получаем при классическом вычислении. Согласны? При классическом вычислении я одно x загнала, но функцию f в этой точке получила. То есть, хотя здесь обработалось огромное количество информации, сделано это быстро, но извлечение этой информации даст мне ровно одну строку. Поэтому в каких-то ситуациях это не свойство квантовых измерений, которые никак правильно разрушающие, и они не позволяют... Ну, понятно, да, вот, измерения мы проецируем, поэтому, если я спроецировал на эту ось, то те ось исчезнет. Проект на те ось исчезнет. Все. Значит, поэтому, как бы, все равно, все равно, эмбитовая информация. Но есть какие-то определенные особенности, о которых мы потом, мы их еще сегодня поговорим, есть какие-то определенные особенности, которые позволяют, из-за того, что есть реализм, и есть другая, вот эта вот самая возможность, ну, очень дороже, нехорошо, огромного быстродействия, да, манипулирования, огромного объема информации позволяют существенно улучшить вычислительную процедуру, ускорить вычислительную процедуру. Кстати, обращаю ваше внимание. Значит, если у меня умеет закон битов, N-битов, да, число состояния 2 в степени N, правильно? Число размера из гильберта пространства 2 в степени N. Ну вот если N 500, так вот, чтобы было между нами все, так сказать, хорошо. Никаких не было. 500 всего лишь. Значит, число размера из гильберта пространства, то есть число вот этих двоичных строчек будет 25 N. Если N 500, это будет 2 в пятисотой степени. А это больше, чем атом во Вселенной. Это означает, что, так сказать, как говорится, емкость такого вот регистра, квантового регистра, да, с точки зрения, так сказать, информации, чудовищно огромная, невероятно огромная. Надо только где-то это будет выигрыш, давать определенный выигрыш, и будет вырабатываться такое вот огромное количество информации. То есть вот большие числа видны. Я всегда в этом месте привожу, как говорится, делаю, перед тем, как слушаю, стильник с Павловой, да, значит, помните это самое, да, с шахтой, с внутренней, да, я забыл, так и шахтой попросил, да? За первую, за первую, за вторую, все, все, помнишь, господи, 2 в 64-м. И посчитай, не помнишь, он человечества в то время на всей Земле такого количества зерна не было. Ну, я сейчас время не... Ну, я не знаю, сколько это в то время перевести, не переводил. Наверное, сейчас нет. Но у нас есть теперь. Мы с урожайом, пожалуйста. Да, ну ладно, давайте сделаем несколько минут, а дальше мы решим, сколько еще мы, если у вас есть желание, сколько еще мы храним. Ладно? Балом брали теории. То есть, я уже разошелся, и поэтому уже какое-то время меня не пустыло. Поэтому пока все любят. Поэтому, насколько я начну уже немножечко, да? Ну, давайте скажем. Ну, в принципе, еще, после 40, там, минут, да? Это запросто. Одновременно. Да? Все, поехали. Значит, вот здесь. Давай, как-то я нахожу. Начнем я по поводу того, что, вот, та интерференция, о которой я говорил, да? Что, вот, законы, которые будут управлять, да? Манипулированием информации. Это будут законы, которые управляют квантомные составы. Там, в частности, есть интерференция. Это, как говорится, как-то на квантомные ходят. А теперь я еще хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство. Вот что это такое за состояние? Ну, пусть, как действительно, здесь что-то одно стоит, и здесь что-то одно стоит. Но несколько таких слагаем есть. Вот таких. Вот эти состояния, вот каждый из этих состояний, вот это. Это факторизованное. Правильно? Это чистое состояние кет-вектор такого, а это кет-вектор такого. Правильно? Поэтому одно слагаемое это чистое состояние. Оно из произведения двух кет-фильторов. Ну, именно волновых функций, Это одна волновая функция какого-то состояния, и другая волновая функция другого состояния. Это чистое состояние. Это состояние, которое описывается волновой функцией. А если сумма таких вот, то сумма-то не факторизуется. Сумма произведения не есть. Произведение двух слагаемых, произведение суммы, вообще говоря, да? Это будет означать так, что в каком состоянии вот этот регистр находится? В каком состоянии? В любом. С той любой амплитудой вероятностей. То есть он не находится ни в каком состоянии. В каком состоянии находится этот регистр? Ни в каком состоянии. С какой-то амплитудой вероятностей он находится в состоянии, где вот мы и, извините, отвечают этой функции, да, в боичном представлении? от числа х, и одессы другие, правильно? То есть это будет состояние, которое называется перепутанным состоянием, которое не сводится к произведению чистых состояний, а есть сумма произведения чистых состояний. Это для квантовой механики вещь рутинная. Квантовая механика же всегда бывает, что всегда так есть и так далее. И все мы это прекрасно знаем, самое, что называется, начало знакомства с квантовой механикой. Ну и значит, рассеяние какая-нибудь там и все такое прочее, да? Двести и царя сюда сюда сюда. Это не то, что здесь в волновой функции на входе было произведение волновой функции, правильно? А на выходе, а особенно если еще там внутренние состояния меняются, это будет сумма с какой-то амплитудой, да? Может сюда рассеяться, на такой инфрукт, и внутреннее состояние такое, с какой-то амплитудой, на такой инфрукт, и такое внутреннее состояние. Это будет перепутанное состояние. Это абсолютно очевидная вещь, рутинная вещь для квантовой механики. Но это вот простое обстоятельство приобретает совершенно другое звучание гео, применительно к этой области, которую мы называем квантовой информатикой. И так перепутанное состояние. Значит, вот эти перепутанные состояния. Оказывается, все это, это вот тот самый аспект, о котором я говорил в самом начале, да? Что если там покопается, так вот в истории, то на самом деле о сложном взаимоотношении квантовой механики и информации можно найти еще, восходит это непонимание, а намертное. Вот еще к 35-му году, к заре квантовой механики. Вот тогда эти второго автора, Альберт Эйнштейн, вот здесь они написаны, ну вот опубликовали работу, которая в переводе звучит так, является квантовой механической описанием полным. Вот Эйнштейн, он, ну Эйнштейн, Сарта, естественно, ну главным заботчиком был Эйнштейн, он так и, как говорится, был классическим физиком, и, как говорится, с господином Богом в кости играть не хотел. Поэтому вероятность на это ему, конечно, он что искал. Так вот, ему казалось следующее. Да, и вот он там задал этот вопрос, да, о том, желается ли, то есть ему там, вот квантовой механики, которая тогда уже была сформулирована в основном, так сказать, в основные понятия, да, и ему там показалось, что что-то здесь не так. Какая-то неполнотальность, чего-то не хватает. И вот это чего-то не хватает, так сказать, в том же году вот Эйнштейн опубликовал работу, название, я забыл, а заглядывать сейчас не буду. Ну, он где-то там есть, не забыл, я его назвал. Так вот, он там изложил, так сказать, вот, будучи, поводом к этой работе, послужил вопрос, заданный вот этим гением Эйнштейном, с командой, да, что вот умный человек всегда ей вопрос задает тут, из-под команды, вот он задал вопрос. И Швейнбер, так сказать, отвечает на этот вопрос, вот, ввел понятие, само понятие перепутанного состояния. Вот по-немецки оно звучит так, фершанк-хайт, ну, а в работе говоришь, фершанк-хайт, флор-квантен-система. Перепутывание двух квантовых систем. Вот как вот, вот, в регистре стоят. Одна, один-то бит, другая, одна система, другая система. И сумма, вот это перепутанное состояние двух квантовых систем. Это общее свойство. Ну, вот, потом это на английский было переведено словом Интегмент, так вот эти с вами называются в английском. Перепутывание, да? Интегмент стейт, интегмент, само явление перепутанное, да? Ну, по-русски переводят разное, по-разному. Я использую, вот, как говорится, пишу перепутывание, так сказать, все. Иногда говорят запутанное состояние, тогда скрещенное, скрещенное, ну, много чего есть. Я, вот, как-то использую вот это на английском. Тоже не говорю, и так же. Перепутанные состояния. Все. А! Ну, здесь слишком, надо было писать помельче. А так, ну, что это такое? Состояние, да, двух спинов. Одна вторая. Суммарным спином 0 из проекции 0. Правильно? Помните? Один спин находится из проекции плюс 1, 2, минус 1, 2, либо минус 1, 2, плюс 1, 2. Здесь минус. Тогда, если это состояние является собственным состоянием оператора С квадрат с собственным значением 0 и собственным значением оператора С з суммарного спина с собственным значением 0. Правильно? Так вот, это состояние, типичное перепутное состояние. И вот в свое время, опять, это замечание, так вот, скорее, информационным порядком, вот когда Эйнштейн рассуждал, говорил о таких состояниях такого типа, такого типа, когда что-то перепутали. Он говорил, как нормальный человек, о чем? О координатах минус. И он там брал две системы, там минусы, координаты и так далее. Но пространство керемов. Но через некоторое время, так сказать, вот, как говорится, Гоум, он сказал, что это все гораздо более просто, лаконично выглядит, если говорить о спинном состоянии. И поэтому вот это уже принадлежит Богу. Это несколько позже, чем в той работе, которая принадлежит Эйнштейн. Но там он говорил о перепутывании состояния пространственных переменных и спинных, которые относятся к пространственным и спинным переменным двух частиц. То есть, проще всего, не пространственным, а пространственным и пространственным зависимостям и импульсам двух частиц. Вот так. То есть, пространственным степеньем всего. Вот что хочется. Так вот, значит, спрашивается, в каком состоянии, Да, значит, я использую терминологию, а не вы думаете о спине, а вы думаете о кубитее. А если говорить о кубитее, это как выглядит? Значит, пускай, скажем, это будет вверх один, да? Значит, первый. А это попробую снова здесь. Доска покоя. А это правильно ли что-то? Да не светится это. Не светится. Всё, один, первая часть, ну, вторая кубита, правильно? Минус, ну, первая кубита, один, вторая кубита. Ну, скобки и нормирование коэффициентов, правильно? Спрашивается, в каком состоянии находится первый кубит? Фифти-фифти. У него никакого спинного состояния нет, никакой поляризации нет, правильно? Фифти-фифти можно оборужить или такой кубит, или такой кубит, или такой кубит. Второй кубит, то же самое, правильно? А дальше идёт так. Вот один у вас, из этих двух, один у меня. Мы далеко не общаемся, не взаимодействуем. Вы измеряете свой. Измеряем его, вы что-то получите. Что вы получите? Либо плюс одну, вторую, правительство спины, либо минус одну, вторую, правильно? Вот вам, ну, сказали, вы номер один. Да? Вот вы измеряете вот этот кубит. Когда состояние вот такое вот, и к вам попал какой-то. Вы измеряете его, правительство спины. Что вы получите? Либо плюс одну, вторую, либо минус одну, вторую. Вот вы получили что-то, каждое измерение что-то даст. Например, оно плюс одну, вторую. Тогда я ничего измеряю. Я знаю, что у меня со 100% вероятностью будет минус одну, вторую. То есть вы измеряете, провели измеряем. А состояние моего кубита до этого было неопределённое. До измерения, проведённого вами, состояние моего кубита было неопределённое. 50-50, такие два значения. А после того, как вы произвели измерение, состояние моего кубита изменилось. Оно стало вполне определённым. Никакого взаимодействия нет, никакого сигнала, ничего нет. Вот Эйнштейну это не нравилось. Почему? Он говорил, как же так? Значит, вот это нельзя объяснить в терминах. Есть какая-то физическая реальность. Вот мой спин, спин этого кубита, проекция. На плюс, одна, вторая. Ну, вы и там пространство, пильмами, поздно. Я думаю, выкину на бонусном языке. Либо такое значение проекция спин, либо так другое принимает. У меня его, это никакое состояние, в состоянии у кубита, которое у меня находится, никакого определённого состояния не было. Поляризации не было. Спин был неопределённый. Вы произвели измерение, и у меня состояние стало такое. Значит, есть какая-то характеристика, какое-то свойство квантовых систем, которое не зависит только от того, что локально здесь происходит. Вот это и что-то мне не нравилось. Он говорит, как же так? Если я могу что-то измерить, сказать, что так будет, не воздействуя никак, не влияя, и так далее, значит, тогда, так сказать, каких-то параметров не хватает. Потому что такого быть не может. Как на ту физическую реальность, которая должна быть связана с локальными свойствами того объекта, может влиять то, что никак на ту не влияет. А как физическая реальность? В чём влияние? В чём, собственно говоря, парадокс? Ни в чём, нет парадокс. Вот такого в классической механике быть не может. Я ещё раз говорю, вот что произошло? Вот вы измеряете, так сказать, я измеряю тот убит, который у меня был, тот, который у вас находится. Вы получите какой-то результат. Вы никак на нойк убит не влияете, но он будет после этого вполне определенным состоянием. Я не знаю, что вы получили. Вы получили вот этот вот, у меня будет такой, и всё. Но никакого физического воздействия нет. То есть это не воздействие, не взаимодействие. Это корреляция. Вот здесь есть стопроцентная корреляция. И этой корреляции в классической механике нет. Принципиально такой корреляции в классической механике нет. И вот это было, значит, это вот одно из, так сказать, максимально, как говорят, перебутанных состояний со стопроцентной корреляцией. Вот, будьте без исследования. А, и вот. Так вот, классическая характеристика вот этой корреляции, которая из квантовой механике была сформулирована немножко позже, в 64-м году уже. Ну, пусть гораздо позже, чем те, когда-то было перепитывание. Была сформулирована вот Джоном Беллом. Так вот, и получил название, это некое, ну, вероятство, да, на результаты измерения, ну, на результаты измерения неких корреляционных коэффициентов. Я не буду сейчас детализмом, там можно, там некий максимальный ребенок это сделать, производится три измерения, и, так сказать, есть вероятность, да, такого, 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 и коэффициентной корреляцией пишется. Так вот, если все это уководствуется обычными физическими переменами, все это относится к обычным физическим переменам, то вне зависимости от того, какие законы управляют такими поведениями этих объектов, измеряемыми, да, некий классический вот этот самый коэффициент корреляции будет лучше работать. Ну, число двойка это для того, как написал в свое время Белл, неравенство. Потом другие там авторы, эти вот соотношения неравенства, да, ну, мы что-то по-другому переписывали и так далее, ну, в частности, чаще всего используют то, что, так сказать, например, там Шимони еще там несколько человек, вот с одним из них, Амендом Шимони, мне даже доводилось разговаривать еще там где-то вот в середине 90-х годов. Так вот, там просто другое, мне нравится вот так же, вот, по сути, да. А если взять вот такие состояния и такие же измерения произвести, да, вот на таких вот состояниях, то есть апеллируя к таким состояниям, которых нет в классической механике, то соответствующий коэффициент корреляции будет вот какой-то. Вот я еще раз говорю, это конкретно одни и те же корреляционные причины пишутся, результат корреляционных измерений, да, но здесь опираясь на классические представления, не на классические перемены, а здесь на квантуме. То есть разница, которая есть количественная, и она есть предметом, она является предметом измерения. Немного-много-много экспериментов делалось, разных. Никто не сомневается в том, что квантуме паника – это истина, а это есть приближение. Ну, а нарушение измерений не радиус было, проделанных было много экспериментов разных. Ну, вот, по-моему, там покажет по вас следующую картиночку. А, нет, это не вот здесь, это… Сейчас… А куда ее зафибрить? Ну, прорисните, прорисните, дайте прорисните просто. Вон! А потом вернемся. Вот Антон Салинович. Значит, вот, когда это он получил медали с Академ Ньютона, думаю, в один, когда она была учреждена, и вот здесь он как раз там, так сказать, рассказывает, ну, схемы двух этих самых… коррелиционных экспериментов с фотонной поляризацией. Вот, ну, вот схематически так, вот, делают вот, там, два фотона, да, перепутан в поляризованном состоянии, да. И потом, так сказать, один фотон отправляется в одно место, другой фотон – в другое место, да. Вот они находятся, ну, как спина, да, так сказать, только для поляризации. Там производится измерение, и, так сказать, как говорится, в согласованное время после того измерения, то измерение, да. И вот там, какая корреляция, если здесь такая была проекция спины, то есть проекция поляризованная поляризация, то в другом месте она будет ортогональной. Ну, если это состоит такой, да, вот, такой, там, с противоположной поляризацией, ортогональной поляризацией. Ну, вот эти эксперименты делались, это, там, в Швейцарии арендовали, ну, в частности, эту самую оптоволоконную линию, там, до расстояния, по-моему, до сотни километров, запускали поволоконные связи, это, перепутанные пары фотонов корреляционных, в один университет, в другой университет с расстоянием, там, сотни километров, и делали эти коллекционные измерения, вот, что здесь, что там, полосы, и вот сразу идут так. То есть вот эти вот неравенства, ну, нарушение классических неравенств Белла было, так сказать, как говорится, заведомо для этого. Ну, выполнялась, оправдывалась, и все такое случилось. Мне с ним тоже доводилось общаться незадолго до того, как он получил это, 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 назад. Отъясните. Да, значит, вот я что еще хотел сказать здесь. Дайте еще эту самую, такую, как называется, общую картинку. Вот, нет, 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 поле, беру, да. Да, значит, вот здесь то состояние, которое там было написано, да, ну, я буду писать его в кубит, вот в значениях кубита, 0,1, да, это такое состояние, 0,1, минус 1, 0. Это первый, второй, первый, второй, правильно? Ну, номерочные коэффициенты не буду писать. Вот это состояние с номерочным коэффициентом будем называть пси-минус. Вот есть еще три состояния максимально перепутанных. Одно из них — это состояние пси-плюс. Я его переписывать не буду, то же самое, но здесь на курсе. Значит, это что за состояние, с точки зрения, скажем, спины? Это состояние со спином 0, проекция 0, да? Это состояние со спином единицы, но проекция 0. Есть еще два состояния, которые отвечают полному спину. Единица и проекции там, помните, да, там, плюс единица и минус единица. Но каждая из них факторизованная, помните, да? Это либо 1,1, либо 0,0, да? Но я из них могу взять сумму разницы. То есть есть еще состояние вот такое, назовем его фи-плюс или фи-минус, не важно. Фи-минус, когда будет, там, скажем, 1,1 плюс 0, да? Да? Плюс на идиница коэффициента. А другая — это фи-плюс, которая тоже самая, но здесь на фи-минус. Это тоже вот четыре максимально перепутанных состояния. Здесь тоже стопроцентная корреляция, да? Измерение на одного дает сразу автоматически что-то там другого. Вот эти состояния называются состояниями Белла. Вот полный набор состояния Белла для двух кубиков, вот оно здесь написано. Поэтому при измерении каких-то там можно проецировать там на отдельное состояние, а можно на состояние Белла. Да? Вот где-то там нужно проецировать массу состояния Белла. Так. Это я просто для справочных целей. Ну все, с этим, значит, эксперимент это подтверждается страшной силой. Ну а теперь вот я несколько слов по поводу... Да, так вот, перепутанность, перепутывание, оно играет, что называется, фундаментальную роль в разных ипостасях, связанных с квантовой информацией, с квантовыми вычислениями. Ну вот одно мы уже увидели, да, когда вот вычисление производится там, скажем, в один флот для какой-то функции для всех перемен, да, мы получаем перепутанное состояние. Через некоторое время мы увидим, что, скажем, такой процесс, как квантовая телепортация, о котором я в принципе хотел рассказать, там тоже играет перепутанное состояние фундаментальную. В такой ситуации, как, скажем, алгоритм Гроби, алгоритм Шор и так далее, там это будет квантовая криптография и так далее. То есть это один из важнейших компонентов, суть, которые лежат в самом основе и придает специфику квантовым вычислениям. С ними связано, именно с наличием этого перепутывания, связано в том числе, возможно для каких-то ситуаций, скажем, даже экспоненциальное ускорение процедуры. Значит, вот алгоритм Гроби, быстренько так, с пантовой кнопки, значит, что имеется все? Значит, вот имеется реальный упорядоченный, упорядоченный база данных, стоящей из-за мнения. Ну, самый простой пример, который, так сказать, приходит в голову, да, есть книжка, фамилия, в абсолютном порядке, да, и телефон. Да? А телефон, естественно, не упорядоченный, они там… Не выстроили номера, правильно? Значит, вам телефон известен, вы хотите найти фамилию, вам нужна фамилия. Но вот этот телефон, ну, скажем, там, миллион телефонных номеров, неупорядоченная база данных, вам нужно найти вот тот самый один, который нужен. Ну, как надо делать? Ну, перебирать и сравнивать с вашим, да? Вот это поиск неупорядоченной базы данных. Стандартная, она там имеет другие, гораздо более тонкие такая задача поиска, математические аспекты. Например, ответить на вопросы, сколько решений имеет данная трудная задача. Ее можно сформулировать как алгоритм поиска. То есть это фундаментальная проблема. Ну, здесь это будет просто вот поиск не упорядоченный базе данных. Значит, вот в среднем, в пригласительском поиске, нужно, наверное, пополам шагу. Ну, вот если, конечно, я могу с одного шага найти, да? А могу, так сказать, как говорится, найду только на последнем шагу. Правильно ли, выбираем все? В среднем, в пополам шагу. А вот алгоритм Грунгера, который основан на квантовых свойствах, на квантовой обработке информации, на квантовой информации, позволяет это сделать не за n пополам шагов, а за корень из n шагов, в среднем. Ну, понимаете, конечно, если n там, скажем, будет десяток, то это что-то полно. Но 3 миллиона, n пополам, это все-таки 500, а корень из n все-таки будет уже 30. Не 30, 300, да? Тысяча, ну, 500 тысяча, тысяча. А? Нет, из миллиона корень, тысяча. Правильно? А половина, это 500 тысяч. Ну, это заметно. А если при большем числе? То есть, поэтому, куль. Но выигрыш будет не экспоненциальный, а всего лишь степень. Да? Вместо n пополам, кормится степенной выигрыш. Ну, вот алгоритм, я его словами сейчас расскажу, делается следующий. Значит, а потом эти картинки, так, ты-ты-ты-ты, одна за одну. Значит, вот здесь будет рисована база данных, вот, из шести элементов. Значит, когда нам нужен какой-то элемент, да, вот тот номер и так далее, у нас есть, значит, тем самым какая-то функция, ну, который идентификатор, который говорит, вот это то, что нам нужно, да? Вот такая функция, которая, можно сказать так, она принимает значение, чему-то она равна, когда она тыкается на нужный элемент, да? И равна нулю, когда не утыкается. Ее называют красиво, ара. Значит, вот первая операция, это ара. Он делает следующее, он в этой базе данных неупорядочен. Он метит тот элемент, который нужен. Так как у нас позволяет квантовое состояние регистра позволяет записать сразу всю базу данных, все числа, понятно, закодировав их, так сказать, все цепочки, сколько надо, миллион, там, 10 миллионов, так сказать, и так далее, два в какой-то степени, там, n, да, число, так сказать. Он все эти данные содержит. И ара. За один хлоп сразу пометит тут, вычисляя эту функцию, да? Пометит тот элемент, который нужен. Но это находится все равно там, надо его потом выделить. Мало пометить, надо его потом выделить. И вот после этого применяется такая операция. Здесь пометка, вот этот ара. Действует там. Вот у него там раз, два, три, там будут такие рисовые, салонные, да, шесть. Вот какой-то элемент нужен, да? Оракул скажет так, он у него поменяли знак. Ну, это условные какие-то, правильно? А после этого он делает следующая, следующая операция. Так сказать, оператор Гройлера, вот вместе с Оракулом, оператор Гройлера, он делает преобразование, трансформация, поворот около среднего значения. Но этих много, остальных, правильно? А этот один. Поэтому поворот вокруг среднего значения сразу приведет те, которые остальные, сразу маленькими становятся. А этот такой большой, понятно. Потому что тех-то много, а этот один. А среднее значение тем не будет определяться. Поэтому, когда относительно них повернут, они сразу становятся маленькими. А этот большой. Это один шаг. Потом опять Оракул. Вторая итерация алгоритма Гройлера. Оракул опять метит этот элемент. Ну, опять перевернет ему знак. Отразили от полосереднего, да? Вот вместо торчатики. Оракул его, он все отстал вниз, да? Оракул его опять перевернет наверх, но те маленькие остались. А потом опять иммерция относительно среднего. И после двух таких итераций, вот на шести элементах, сегодняшних шести, вот это демонстрирует следующая операция. Вот раз, видите, вот этот элемент. Вот здесь итеракул. Вот. А теперь этот самый дробер, этот поворот вокруг среднего. Еще раз разну, и все. Но здесь всего лишь две итерации. И вот если сделать ей там, скажем так сказать, не две итерации, а десять там утераций, пятнадцать итераций, да? То вот эта речина, вот эти вот все, вот это будет иметь вероятность этого одного нужного мета, будет вероятность близка к единице. С любой задней точностью. Поэтому вот так вот, вот видите. И для этого требуется, ну подсчет показывает, ну я элементарно арифметику не привожу, требуется корень из n шагов. Вот таких вот. По сравнению с n, по-моему. Для какой точности надо? Ну я не помню сейчас, я могу сказать. Но точность там скажем, ну сколько там, скажем, все зависит от того, сколько n. Правильно? Вот если вот сделать, по-моему, точность там получается, типа там десять на шестое, что в таком духе. Ну и расчет он элементарный, это такая, элементарная такая арифметическая задачка. Так? Я с ним, когда счет приведем, я не понимаю. А наизусть не помню. Помните писать не помню. С вашего. Все. Это вот алгоритм, например, Бровера. Это поиск пантовой иголки, сто миссер. Ну вот как раз сейчас я... О, хорошо. Значит, еще расскажу об одном алгоритме, который в свое время... Алгоритм Шоу, это был 95-й год, это было опубликовано. И опубликование этого алгоритма, ну, произвело на самом деле, так сказать, фуру. Вот, знаете, вот после этого стало понятно, что квантовые алгоритмы, да, квантовые коммуны, это действительно нечто, что может дать существенное решение существенных задач, которые другим способом не решить. Вот я поэтому потрачу здесь несколько минут, чтобы, ну, несколько слов, просто сказать. Значит, о чем идет речь? Ну, вот, здесь речь идет о задачи факторизации. Ну, от какого-то большого числа, да, вот представить, найти простые делители. Ну, если число ничемное. Если число, мы сразу на два разделим, будем делать меньше числа. Не сильно меньше, но тем не менее. Так вот, надо найти вот простые делители. Значит, вот есть классический алгоритм решения этой задачи. Ну, я сейчас о нем скажу. Да, теперь, вот эти задачи, вычислительные задачи делятся по математике, называется математическая сложность, да, критерий сложности задачи. Вот эта задача принадлежит классу сложных задач. Ну, его называют Np, Np большое, non-полиномиум. Задача сложная, то есть не решение, вообще говоря. А классы сложности так различаются. Конечно, это число шагов зависит от информационной емкости экспоненциально. Вот число шагов S, оно может быть, ну, E в степени или 2 в степени, это не важно. Если оно зависит как 2 в степени N, да, где N это… От вашего числа, которое вы там хотите повторизовать. Так я, по-моему, число назвал Np, S, я прошу прощения. Ну, путается не будет, да? Вот это число я повторизую. Вот оно как будто имеет длину, да? Вот его информационная емкость, да, вот сколько информации содержится в этом числе, да? Если вот число шагов, это число шагов, минимум, шагов, зависит от N как 2 в степени, то есть это фактически… Число шагов равно чему? Ну, порядка, пропорционально, да? Ну, со мной в этом числу, да? Так что, если такая вот ситуация, то это задача трудная, потому что она требует экспоненциальный ресурс, экспоненциально большое количество шагов. Ну, ясно идет речь не о числах, в пределах там первых миллионов, первых десяти миллионов, да? Ну, не в этом дело, я имею в виду, что… Правильно, это число. Ну, каждые десяти миллионов мы с ручкой, с электрометром дома, так сказать, за час на другое все это решили, найдем, делите и все так далее. А вот для антистических сильных. Да? Ну, вот типа, я бы сказал, там, РСА числа – сто двадцать десятичных знаков, сто двадцать девять десятичных знаков. Ну, а сейчас, может быть, слово побольше – 250 десятичных знаков. В принципе, хорошо. Банки чувствовали себя спокойно. Так вот, если экспоненциальная зависимость – это трудная задача. А если зависимость – С? Ну, брать, а вы говорите здесь экспоненциальная. А если зависит как по лимону от F, то эта задача считается, ну, легкой, решаемой. Ну, там масса, конечно, градаций есть в классах сложности вычислительной. Ну, это вот самое такое основное, и для невычислителей этого достаточно, так сказать. Я вполне, так сказать, довольствуюсь этим, знаете. Детали опускать не допускаю. Ну, так вот. И еще один, вот эта задача факторизации, есть еще одна особенность. Ну, мало того, что… Да, верните, пожалуйста. Мало того, что… Вот классический алгоритм, любой классический алгоритм… Нет, не любой. Теорема о том, что других алгоритмов нет, не доказана. Ну, из того, что известно сегодняшний день, это вот так называемый алгоритм решеток числового поля. Ну, который еще восходит, там, кельклиду и так далее. Ну, грубо говоря, капли эти простые всего, да. Комнат там, да. Надо каждое второе после двух, каждое третье после трех, каждое четвертое после четыре, каждое четвертое после пяти, ну, и так далее, и так далее. И все выбросим, потому что остаются непростые числа. Так вот, классический алгоритм – вот какое число шагов требует. М, 2, 3, ну, понятно здесь. Где М – это логарифм вот этого числа С, который факторизует. Чтобы его факторизовать, нужно такое. Это экспоненциальный турнир задачи. То есть экспоненциальный число шагов. Но вот эта задача еще обладает одним свойством. Ну, вот, например, так. Если не надо найти делителя – это сложная задача. А проверить, является ли какое-то число в делителе – это задача не просто легкая, а элементарная. Поэтому, если вам не является ли это число в делителе – уголочком, пик-пик-пик-пик, за несколько минут, секунд и так далее, получаете ответ – нет, не делится, или доделится. Правильно? Так вот, в одном – проверить, является ли делителем легко, а на эти делитель – сложно. Вот, так сказать, задача такого класса. Ну, это во многих случаях, так сказать, да, там, в физике, там, и так далее, и так далее, да. Вот теоремы существования, как правило, так сказать, они вот принадлежат, вот, дают ответ на такой вопрос. Есть какое-то уровне написано, да, мы знаем, что есть решение. Теоремы существования говорят – ну, есть решение. Нам сразу на душе сладость. Потом мы что, проверить, это есть решение или нет, берем какое-то решение, вставляем, видим, что нет. Или да, но найти рецепты нет. Поэтому это такого же типа. Так вот, и вот задача факторизации, она в этом смысле, ну, как сказать, она является образцовой, так сказать, ну, используя такое красивое слово «жука», математической сложности, вычислить не сложности, на которой, так сказать, вы как-то не согласились. Так вот, классический алгоритм дает требует такого – экспоненциального числа шагов. Поэтому это является сложной задачей. Еще раз подчеркиваю. Не доказано, что нет более быстрого алгоритма. Что это самый быстрый. Это самый быстрый из того, что известно. То есть не доказана там некая математическая красивая теорема по поводу того, являются ли задачи класса П, это, кстати, подможеством… Задачи класса НП являются ли подможеством задачи класса П. Такой теоремы не доказано. Ну, это красивая теорема, я не думаю, формулирует хорошо. Все. А вот квантовый алгоритм, он позволяет решить эту задачу, вот алгоритм Шора, за степельное число шагов. Ну, 300 – это некий коэффициент, это бог с ним. Н в кубе – степельное число шагов. Поэтому задача становится сразу решаемой. Так вот, я вот говорил, что скажем, что мы… Вот это число, там вот, РСА, 120, который содержал 129 десятичных знаков. Десятичных знаков. Вот в конце 80-х годов, когда оно было предложено этими вот тремя авторами, его факторизация тогда, в то время, заняло, по-моему, полгода, работали там чуть ли не десяток, это самое, в их слитных станции, ну, не просто, там, маленьких, там, писишек, так сказать, а вот в их слитные станции. Полгода работали, поиск, ну, какие, поиск фарактеризации. Да? Ну, вот, то есть это очень серьезная проблема. А чтобы, вот, какое-то еще большее число, там, не 129, там, десятичных знаков, а скажем, там, 200, там, пятьдесят десятичных знаков. Ну, вот понадобится, там, уже какие-то, там, при нынешнем быстродействии, миллиарды лет, так сказать, поэтому это не решать. А для квантового компьютера это понадобится, так сказать, там, скажем, ну, я не помню, там, при ком быстродействии, так сказать, ну, очень, типа, так сказать, это несколько часов, а может даже несколько минут. Да, вот это, значит, с РСА числом, так сказать, квантовый алгоритм мог бы решить ее за 12 минут, вот, это я помню все. Все. А, значит, а теперь по поводу этого алгоритма, ну, естественно, я здесь в какие-то детали входить не буду уже, да? Значит, расскажу суть, в чем состоит суть. Суть состоит следующий. А, значит, вот, оказывается, что задача факторизации, и, извините, извините, еще верните. Вот задача факторизации эквивалентна другой задаче. Задача об отыскании периода длинной последовательности. Ну, это математическая структура этой задачи. Я два слова скажу. Вот мы там число буквы S обозначали, правильно? Значит, вот есть какое-то число S. Дальше берется некое число, ну, X, которое, естественно, меньше S. Ну, и пускай они взаимно простые. Это делается с помощью элементарного скольного алгоритма инклики, да? Что-то, если у них есть общий множитель, да? Общий делитель взаимный, да? Тогда означает, что один делитель числа, если мы знаем, сразу проблемно индукцируем. Правильно? Все. Ну, и случайность. Итак, берется число S, число X меньше S, да? И потом составляется такая последовательность. -да – берется X в степени A, где A пробегает значения 0 yardım 2 теми 4 ти 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 т ти 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 ти, нормально. A целое число. А потом я опишу, что... Вот пишется такая последовательность, вот это обозначение будет понятно, если я напишу по умолю S. То есть это остаток как деление вот этого числа на n, на s. Остаток как деление этого числа на s. Целая часть, сколько целых s там поместилось, выделяется, а остаток вот здесь написано. Это будет последовательность, пункт называется n по n. Так вот, легко доказать, ну не суть, легко доказать, будем доказать, что эта последовательность, как функция a, она периодическая, но в принципе это будет длиннющая, если s большое, x большое, да, так сказать, это будет длиннющая последовательность, так сказать, как это, да. То есть начинается там единица, т т т т т т, а вот эти вот самые, что-то такое, там скажем x, потом т т т т т, потом будет каков-то xr плюс 1, а потом опять начнется единица и поехала. Вот это вот самый такой остаток, который определяет период. Вот надо найти этот период. Вот сколько здесь? Вот главная задача эквивалентна от искания периода длинной последовательности. И вот то, что делает алгоритм Шора, он именно эту задачу, а вот искание периода длинной последовательности, для нее он оказывается эффективным. Там вся мощь вот этих вот всяких штучек, связанных с интерференцией, с параллелизмом интерференции, работает на 100%. С чудовищной эффективностью. Будем резать. Значит, вот что там делается? Значит, вот для решения этой задачи о период длинной последовательности делается следующее. Вот вычисляется значение этой функции во всех точках. Я не могу сказать, ну как, это как один параллелизм, он сразу раз, а загоняется в один регистр, все числа от нуля до 2 в очень большой степени минус 1, да? То есть очень много загоняется. Ну, скажем, 500 кубитов есть, я могу загнать числа от единицы до 2 в пятисотой степени. От нуля до 2 в пятисотой степени. Правильно? То есть больше не надо, да? Загнать уже. После этого, получившийся, так сказать, этот вид, делается, как называемое, дискретное преобразование Фурье. Ну, не буду в него в деталях, оно похоже на непрерывное преобразование Фурье, только вместо интегрированного такого цумерного. И в результате получается некоторая, так сказать, функция, которая, то, что в регистре будет стоять, записано будет, да? Вот после этих операций, будет стоять такое вот, такое вот перепутанное состояние. Значит, здесь сумма по этому числу С. Число С очень и с чем связано? Ну и больше. Ну, оно там дискретное. А здесь вот число А, это то А, которое в этой функции. Вот все. Такая вот сумма возникает. А теперь смотрите, что происходит. Специально все это представлено в таком виде. Теперь давайте посмотрим, есть ли функция Ф от А. Она вытесна при всех А, эта функция. Если эта функция периодическая, с каким-то периодом, тогда все те состояния, в которых, так сказать, вот А принимает, ну, так сказать, через период меняется, да? То-то, 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 а потом она опять раз и вернулась на круги своя для какого-то А. Правильно? Все те состояния, здесь А будет стоять вот это вот, ну, равное периоду. Правильно? А здесь стоит отношение вот С того числа к С, который сумеет. Тогда, если С делить на С будет равно целому кратному периоду, целому С делить на С будет равно целому кратному периоду, да? То все эти слагаемы вот здесь для таких вот А будут иметь одинаковую, ну, фазу, которая их поняту даст единицу. Согласны? А это что означает? Что все вклад во все эти С, так сказать, вклад всех этих А вот в это состояние будет с коэффициентом единица. То есть произойдет конструктивный интерференция. Сложится. Тогда все их поняты равны единице. А все остальные чуть-чуть, шаг вправо, шаг влево от этих специальных значений, там же огромное число слагаемых, ну, в принципе, да? И фазы, так сказать, извините, бегают как угодно. И там в среднем 0 будет. Ну, не в среднем, я имею в виду, очень маленькие. Поэтому, а на выходе мы что? Мы будем измерять вероятность получить данное значение С. Ну, то есть, с каким, с каким, какое С вот в этой сумме представлено? Да? Для разных С. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Это ансамбль измерений провести. Потому что при каждом измерении мы получим либо такую реализацию, либо такую. А чтобы искать сколько таких, сколько таких на дикоэффициентах, надо взять ансамбль, и на этом ансамбле провести кучу измерений. Но одним измерением, это свойство фантового измерения, мы состоянием уничтожили. У нас был один, мы измерили и уничтожили. Что нужно? Есть такой момент, но оказалось, давайте так, вот у меня такое состояние есть, давайте сначала сделаем, клонируем его, как колечко дури. Не получится. Клонировать? Есть теорема, а не клонирование. Строгая гитарная теорема. Доказывать я сейчас не буду. То есть, если у нас есть одно состояние, если сделать много клонов, нельзя, это строго запрещено. Поэтому одно есть, а коэффициент Алибо и неизвестно. Поэтому что? А надо? Алиса и Боб — это два традиционных участника. Этого самого квантовой, ну не агентно-квантовой, коммуникационной сети. Вот Алиса должна послать Богу, у Алисы это состояние есть, но она не знает, какой она. Это фотон в каком-то неизвестном по резуму состоянии. Она должна передать это Богу. Ну, конечно, можно сам этот самый фотон туда и отправить. Нет, имеется в виду, что этот фотон просто так отправлять нельзя. А измерить Альбо тоже нельзя. А длипортировать можно. И делается это. И вот эта идея была высказана Бернетом, Броссаном и там еще двумя авторами. Она стоит следующим. Значит, берется источник ЭПР-пар. От тех самых опций ЭПР-пар перепутанных состояний, да, полисонных. Вот какой-то источник, который создает состояние, ну, типа, так сказать, ПСИ-минус, или ПСИ-плюс, или ПСИ-плюс, или ПСИ-плюс, хоть те бы его писали. Ну, полисонных. Правильно? Вот такой источник ЭПР-пар. Вот такие вот бантики здесь снимают. Это вот состояние, вот оно написано, ПСИ-минус, частиц 2 и 3. Одна частица Богу, другая частица сюда, Алисе. Дальше Алиса берет, у нее есть вот это состояние, и одна, один из этих самых, один из компонентов, да, ЭПР-пары, и она над этим, да, конечно, есть третий, но он, так сказать, его состояние, но сама частица находится у Боба, правильно? А в состоянии присутствуют, в состоянии-то оно представлено, да? Делает измерения, и Алиса делит измерения над частицами 1 и 2, ну, к ней, скажем, 2 попало, к этой идее. Она делает измерения, проецируя на Белловские состояния. Полный набор Белловских состояний 4. Поэтому, проецируя, она может получить либо одно, либо другое, либо третье, либо четвертое, да? Но когда она измерила, спроецируя на пару двух кубитов, вот этого неизвестного и того, который к ней попал, но он тоже неизвестный, он перепутан в состоянии находится. Он тоже там и нашим, и вашим, правильно, проявляться, и так далее. Но она его проецирует на Белловский базис, да, и получает один из четырех результатов. Получился, скажем, такой. А Барк по телефону звонит и говорит, номер один, Бо, это классический канал связи. Она передает здесь, на самом деле, два бита информации по классическому каналу связи. Все. Поэтому после этого, когда Бо услышал эту информацию по классическому каналу связи, он знает, что делать с тем кубитом, компонентом МПР-паре, который к ней попал. Если это состояние, например, номер один, номер какой-то, да, то ничего делать не надо. Ее, вот этот самый, фотон будет находиться в точно таком состоянии, как это. Если там три другие результата, то надо там подвернуть, так сказать, поляризацию. Известным образом. Ну, типа там, скажем, поставить фильтр и поляризацию плюс, перевести в такую и так далее, либо менять фазу. То есть это все детерминированные операции. Вот так это вот работает алгоритм. Да. Поэтому здесь вот что происходит с идеологией, окончаю, и все. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее. Вот квантовая информация, которая записана в этом состоянии. Вот философия такая. Она разбивается на две части. На сугубо квантовую информацию и на классическую. Сугубо квантовая информация обусловлена наличием, так сказать, этой ИПР-паре. И, а классическая информация, ну, вот, будет связана с тем, что, вот, тоже надо позвонить по телефону, там и сообщить результат измерения. Поэтому два канала. Квантовый канал, который связан вот с тем, что здесь есть ИПР-паре, часть, которая попала сюда, а часть туда попала. Да? Это квантовая составляющая информация. А классическая, это вот то, что здесь. Результат измерения, это классическая информация. А здесь, здесь они разошлись, как бы, после измерения, которое, состояние Белла, которое провела Алиса, и сообщили сюда информацию, они здесь могут быть соединены. И это воспроизводит вот это состояние. Я опускаю алкебраические детали вот этого, вот, они элементарны, но у меня, так сказать, готовые же слайды нет, а, так сказать, ну, потом как мы здесь встретимся, еще и я. А теперь я хотел сказать об эксперименте, который проведен вот этим товарищем. Антон Сайлингер, он один из таких выдающихся экспериментаторов самоверности, он работает в Аф-3, сначала он в Уинсбруке работал, директором ресурса экспериментальной физики в Уинсбруке был, потом он там много экспериментов проделал, а потом уехал в Вену, сейчас он в Вене работает. Мне доводилось с ним неоднократно встречаться, ну, так сказать, поэтому он очень симпатичный человек. Кстати, прекрасная игра их на кларнете, сам, и у него еще двое сыновей, которые тоже музыканты, у них дома целый ансамбль. Так что, поэтому, так сказать, все, значит, перемен делал, что вот как здесь написано, да, но там 20, опуская там всю эту схему, два составных элемента, что там нужно, с физической точки зрения. Источники паэрпар, ну, да, значит, большинство, да, и еще потом измерение волоских состояний. Вот источники паэрпар выходила таким образом. Это вот есть некий, так сказать, кристалл с большой нелинейной восприимчивостью, ну, вот он называется бета-барат-бария. Там какая-то есть оптическая ось. Если сюда запустить фотон, ну, свет, там, скажем, ультрафиолет взять, да, жесткий фотон, достаточно, из источника ультрафиолетового измерения, то при определенной ориентации пучка относительно кристаллографической оси происходит, ну, то, что называется, так называется, даун-конверсия, неколинярная даун-конверсия второго типа. Красивое название. Даун-конверсия — это даун, это вниз. Был один, станет два, но с меньшей частотой. Даун-конверсия. Конверсия — это преобразование. Второго типа, неколинярная, потому что два фотона, которые здесь получатся, они не той одной прямой, а, ну, понятно, симметричны по поверхности двух конусов. Распределены. Ну, естественно, если один так, то другой там симметричны по сохранению. Все. А второго типа, потому что эти фотоны, которые прижжены вокруг одной, ну, в смысле, направлены вдоль к одной конической поверхности и другой, они имеют предположенный поливизацию. Ну, одна, скажем, такая, другая такая. А это глаз, который сюда смотрит, чтобы не там, ну, выжгулось. Вот эти два конуса мы видим. Вот здесь фотон поливизованный так, а здесь фотон, который поливизованный так. Если взять вот эту пару, зачерпленных областях, то здесь в этих областях поливизация будет неопределённая. Эти два фотона будут находиться в перепутанном состоянии. И это вот источник эпоэр, поливизованный эпоэр-парой. Второй, не тебе извиняюсь. Да, укладываюсь. Второй, так сказать, светодеривитель. Это источник, который царь не используется, светодеривительный. Ну, светодеривитель, хорошее название, пластинка диаметрическая. Он прозрачный. Если фатур на неё падает, он, фифти проходит, фифти отражается. Ну, пускай это, так сказать, ещё тому, что это самое, отражение не меняет на поливизацию, поливизация сохранится. Ну, вот такая-такая пластинка, светодеривительный. Значит, вот всё. Значит, есть два детектора, которые работают на схеме совпадения. Почему это так? Всё. Значит, что может быть? А я сейчас скрипну сам. О! Это один фотон будет так идти. А это другой. А теперь отсюда и отсюда, когда они полетели. Один так поливизован, другой так поливизован. Этот может пройти, отразиться. Этот может пройти, отразиться. Поэтому возможности такие. Либо два фотона с одной стороны, либо два фотона с другой стороны, либо один с этой, а другой с этой. Правильно? Так вот, из всех этих трёх вариантов, если взять вариант, когда один фотон здесь, другой фотон здесь, вот эти фотоны будут находиться в перепутанном состоянии. По рисунку. Поэтому что делаешь? Детекторы два стоят. Да? И они регистрируют, работают на схеме совпадения. Если что-то попало и сюда, и сюда, клик, детектор сработал. А, значит, зарегистрировано состояние перепутанное, одно из бонусских состояний. Но конкретно здесь псиминус. Помните, что Алиса должна сделать там было? Она на двух фотонах, должна была спроектировать их на бонусские состояния. И если получится, ну вот такое состояние, которое реализуется здесь, то Богу ничего не надо будет делать с тем фотоном, который к нему попал. Он будет в состоянии, которое есть в неизвестном состоянии подвищенного фотона. Ну, вот это так сделан эксперимент Цейлингер. Да? Вот это вот, как бы, это два таких вот элемента фундаментально там были. Ну, потом были сделаны другие эксперименты. На этом я, Мишель Закамич, были сделаны другие эксперименты. Там, в частности, там, и наши, я из России, там, из университета, и там, китайцы, американцы, американцы, китайского происхождения, там, какие-то, там, Чен, 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 Чен. Они сделали еще в том же эксперимент, когда, здесь измеряется одно, четыре возможных бонусские состояния, но, грубо говоря, трех чувствуют, да, из вариантов, один только вариант проходил, поэтому 25% случаев. Да, эффективность была такая. А, там, можно было, вот они сделали, Куевик, там, с авторами, да, они сделали измерение всех, где можно было видеть все четыре бонусских состояния. Так, 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 и так. Поэтому, на любое, так сказать, и такое можно было, и такое, и такое, и такое. Поэтому, они захватывают больше статистики. Понятно. Вот репортация была сделана. Есть еще один эксперимент, одновременно с Сальгеремом был сделан, его сделан в итальянской группе, там, Де Мартини. У них была там, как всегда, запретите, только, каком-нибудь публикации, там, в конце администрации, как раздевали. Ну, неважно, все, так сказать, царника я больше люблю, больше уважаю. Де Мартини, итальянец, он, как человек, очень хороший. Нет, я тоже, я просто помню, его встречал, да. Вот, все. Поэтому, мы в этом деле не имеем отношения. Поэтому, вот, суть репортации, поэтому, репортируется состояние. неизвестное квантовое состояние. Ну, вот, так сказать. И здесь, фундаментальную роль играет перепутное состояние, да. Они, закрывают, да? закрывают. Это следующая хорошая вещь. Это ловушка Пауэлла и ЙОН. Ой, ты тут там высыпай, как ты, 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 это ловушка Пауэлла и летешь. Ой, сейчас высыпь, две минуты, две минуты. И он закончил все. Вы все. Дальше, дальше. Дальше, дальше, смотрите, это, 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 мы разделим. О, это ЙОН, это реальный эксперимент. Викторовский кристалл, так сказать, на ловушке там, который, вот сколько ЙОНов содержит. Последний, до последнего кадра дойдите, до последнего. Дальше, дальше, это, это тоже. Узнаете Канарские острова? Я не знаю, на каком вы после не любите, вот это вот, пальма, а это Тенеи. Да? Так вот, здесь два, эти самые, телескопы были, от Сайлинга, там себе дачку купил, такую, построил. Вот какие-то же маленькие телескопы. Но он их использовал не как телескопы, а лазер там приспособлен. Здесь вот расстояние 144 километра. И он с одного к другому посылал клипнуть, там эти самые, чтобы там, нет, нет, чтобы там, это самое, там, глаза, это как называется, анимация. Не хочет. Ну ладно, ну не хочет. Вот. Ну ладно, в общем, короче говоря, вот там был передан, на это 144 километра фактически цепочка нулей-единиц, ну какая-то строчка, которая содержала вот тот самый квантовый код. Кто же мне, а вы, да? Вот квантовый код, так сказать, содержать какое-то число битов. Вот со скоростью 42 бита в секунду они берегали вот этот самый квантовый бит. Вот по такому пространственному каналу сказать. 144 километра это уже хорошо, правильно? Это со спидника, на земле. И вот это цель, не пациент, вот это у нас. Ну все, я просто. Все, спасибо.